Обычный рабочий день Владимира Козлова начинается с выхода в эфир. Инженер-инспектор гостехнадзора уже более полутора лет принимает граждан под присмотром видеокамеры. Горожане сюда приходят ставить тракторы и другую самоходную технику на учет. И, кстати, совсем не стесняются видеонаблюдения. Некоторые, наоборот, за. Хороший польза для этого. Например? То есть взяток никто не берет, никто ничего не предлагает, не умогает ничего. Все приходит нормально. Борьба с коррупцией – одна из первых причин появления видеокамеры в кабинетах инженеров-инспекторов гостехнадзора. Трудодни видеозаписи хранятся в памяти компьютера около месяца и по необходимости могут быть затребованными. Хотя с появлением видеонаблюдения на рабочем месте Владимира Козлова, как он говорит, ничего и не изменилось. В самом моменте, как здесь появилась видеокамера, предлагать взятки вообще не стали. Да и до этого не предлагали. За то, как утверждают в руководстве ведомства, качество услуг вышло на новый уровень. Как результат, на сегодняшний день, 2012 год, и сегодня уже практически два месяца 2013-го, ни одного заявления от граждан о некорректном поведении, либо некачественном предоставлении услуги и о коррупционных проявлениях в инспекцию гостехнадзора области не поступало. А по результатам антикоррупционного мониторинга общественного мнения, который провела торгово-промышленная палата, за последние два года количество нижегородцев, которые вообще не сталкивались с проявлениями коррупции, увеличилось на четверть. На сегодняшний день по результатам, как и России в целом, она вышла из 154-го места и поднялась где-то на 48-й, вот последние данные, которые я смотрел в интернете. Как и Нижегородская область, она тоже по своей коррупционной составляющей, с первых лидирующих позиций, она переместилась практически в хвост, так скажем, регионов России. Поэтому работа ведется, работа делается. Хотя насколько важную роль в этой работе сыграют системы видеонаблюдения в кабинетах сотрудников госструктур, видимо, пока все же загадывать рано. Однако в гостехнадзоре эту практику продолжат. Планируется, что в ближайшие несколько месяцев видеокамерами оборудуют все отделения ведомства в регионе. Сергей Томилин, Михаил Городников. Объективно. ННТВ.